Практически неограниченный ресурс для проектов, огромный местный генофонд, плодов деревьев. Так, Алекс, Алекс, вы же ответили на этот вопрос. Я могу то же самое сказать. В каждом районе, цитирую вас, множество брошенных садов, в лесу много плодов деревьев. А что еще рассказывать? Так, значит, у меня такой тема, он мне не успел в этом вебинаре, очень похожая тема. Там человек, который хочет быть волонтером, хочет вырастить себе, вырастить с соседним друзьям и рассадить по окрестам там гора металла. Вот, я эту тему подготовил, видели даже фотографии листал. Она очень похожа на эту, потому что вопрос, что-то надо брать из леса, переносить в сады, а что-то надо брать в садах и переносить в лес. Процесс взаимный. Так, и очень интересный, и очень полезный. И у нас, знаете, помните, я приводил пример Карелию. А ей больше всех досталось от того ледника. Ледник, который 12 миллионов, мин 12 всего, это недавно было, ну, позавчера примерно. Вот, по человеческим меркам позавчера уже люди ходили, правда, в основном шкоры одеты. Вот. И вот этот ледник, он выдавил людей в Африку. Вот. Я сейчас не верю, что что-то произошло в Африке. Вот. Но то, что выдавили, да, потому что ледник высотой 2-3 километра, это не шутки. Он прошел, как этот самый, знаете, даже как стамеска, даже как рубанок. Так, вся вот эта вот, плодородный слой был стерт, ну, как бы, уничтожен, скажем так. А значит, даже дикарей не оставалось. А где-то что-то есть. Например, в европейской части в лесах растут груши. Но я же не скажу, что вот вы, допустим, житель там Вологды, или вы житель, допустим, Ярославской области, пойдите за 24 лет, и там растет дикая груша. Вот. Теоретически растет, но найти надо. И это не, а как использовать местный подвой, он чем хорош. Вот. Чистые дикари, они плохо совместимы с культурными. А там, где все-таки садоводству 100, 200, 300 лет, так, это средняя полоса России все-таки хоть как-то. Там действительно заброшенных садов или прямо в лесу могут расти растения. А кто следит за мной много лет, да, помните, они появлялись в гостевой книге, примеры, или я их приводил, когда мне прислали лично письмо, а там фотографии. Прямо посреди леса раз, и яблоки, ну, не роскошные, но полукультурные. Вот. А это самая ценная вещь на свете. Им уже ничего, ничем не убьешь. Уже, ну, ничем. Вот они-то есть уже, да, они-то не эндемики, да, они не... Это просто, как бы, как, как вот есть понятие, старый русский, новый русский, да, так и тут. В общем, поняли меня. Но это общий разговор, так же, как ваш. Что мы можем найти? Мы можем найти заросли, например, тёрна, да. Вот уже подвой какой-то есть. Кушать вы и не станете. Это практически дикарь. Для меня тёрна, это дикая слива. Хотя, может, я не прав. Просто похоже на то. Вот. Тёрн можете найти, так. Дикие груши растут прекрасно на Украине. Дикая черешня, вишня сама собой на Украине, где-то заходит на нашу территорию. Тоже неплохо, да. Вот. Значит, яблони, которые мы называем, то ли по ошибке, то ли не по ошибке, мы их называем китайками, да. Для меня китайка и ранитка практически неотделима. Ну, это, скорее всего, уже даже, скорее, даже не генотипы, а, скорее всего, уже фенотипы. В общем, ладно, не будем друг друга пугать терминами. Вот. Но их надо находить. Вот я сегодня заехал в лес специально, и Тимошка говорит, запоминай, запоминай, вот это берёза. Вот это, это самое, там росла берёза, осиная, дикие яблони. Вот это отличи, отличи. Кто вас научит отличать весной бесполезно? Только, как Тимошка меня, это, схитрил. Я говорю, а как ты догадался? А на нём яблочки висят. Так и тут. Вот. Это всё надо изучать. Есть люди, старожилы, вот они ещё могут как-то, вроде меня, которые что-то разбираются, могут помочь. Вот. На Украине, ладно, там, допустим, лещина прекрасно плодоносит. Но на север к нам она уже не заходит. Практически. Вот. Это самое, тутовое дерево тоже не заходит. Вот. Потом, значит, Дальний Восток, ну, где ещё, ну, мы будем с вами, я вам потом покажу. Эти же самые горы, вот, Сахаталинские, откуда, где абрикосы, чуть ли не Родина его. Вот. Можно развести. Уже почти не о чем говорить. Слива, слива, вишня, вот эти самые, да, и полудикие яблони полукультурные, они должны все леса уже заразить. Почему их там нет? Ну, потому что для того, чтобы они попали в лес, они должны начать попасть в сад. Потому что тёрн, это всё-таки дикарь, это нам не очень годится. Даже на подвой не очень. Так, на крайний случай. Ну, были бы они в садах, они бы развелись бы повсюду. Войлочная вишня, у нас дочь дорог растёт. Вот, люди купили ведро вишни, войлочная, едет и плюёт. А куда плюёт? В окно. Смотришь, вдоль шоссе растут настоящие эти самые заросли, этой самой, войлочная вишня. Но ещё облепиха, есть целое заросли облепихи. Всё, больше сказать нечего. А вот конкретно, чтобы сказать, что вот там в 20 километрах от Вологды на север растёт какой-то этот самый лес, а в этом лесу что-то, я сказать не могу. Вот, есть ещё, да, дикие эти самые, дикие, полудикие заброшенные сады. Вот. И всё меньше. Меньше что-то там можно взять. Наверное, уже как по двое. Ой, сложный вопрос. Заговорил пять минут, а вам от этого легче и не стало. Так, куда же мне идти, вверх или вниз? Антон Валяевич, давайте с какого? Снизу начинаем. Добрый вечер, Куцк, Киров, Ряза... Ух ты, какие интересные. Да, смотрите, Московия, ух ты, у нас и такая есть. Киров, Москва, Магнитогорск, Москва, Алтай, Байка, ух ты, Рязань. Да, мне кажется, вот где наша элита так живёт-то. Алтай, Самара. Плохо я, плохо запоминаю фамилии, имена. Выборг. Так. Половина человека в Сочи, половина в Катеринбурге. Но городничный Евгений, это далеко пойдёт. Так. Новосибирск, Сочи. Новосибирск, Иркутск. Хорошая компания. Царисин. Так. Ну, здесь уже идёт переписка между двумя опытными садоводами. А к обоим отношусь? Глубочайшим почтением. Вот. Я даже не читаю, что говорит этот самый. Горничен, Гершонин, смотрите, даже не читаю. Почему? Потому что у них поздно учить или доказывать, что они не правы. Валерий Константинович, есть мнение, будто под отславившись корой дерева поселяются вредители, откладываются и потом скажут, что готовый дом. А вы думаете, как? Вы когда отславившись кору, отдираете его дерево, не вредите? То уж пусть не вредите. Ну, как вам это объяснить-то? Остающая кора, это ещё кора. Ну, по-русски говоря, кожа. Вот. А теперь представим себе, ко мне несколько лет назад приступилась какая-то болезнь грибковая, пятна белые. Они говорят, не вредёт ничего, нормально, они не переходят на других людей, они не заразны. Всё, успокоил меня этот врач-дерматолог. А я представим себе, ну, за несколько лет вывел, конечно, там, этими разными растворами. Вот. А я представим себе, что я взял этот скребок, а это же грибок на дереве у меня был, и начал его на крови, ну, кромсать, то есть это, сдирать кожу. Нельзя кожу сдирать. Нельзя. Вот что я вам скажу. Всё понимаю, всё. Тут погоню, что за смс-кома что-то меня ругает. Ага, листать вверх, это Антон мне пишет. Так, нельзя. Пусть уж там ночуют, зимуют эти самые. Тимошка молодец. Горелый омлет лучше ляриного супа. Так, ну, сгорелый омлет. А, спасибо. Только я вот не видел этого. Я имею в виду, чуть-чуть подгорел. Я имею в виду, что переписку я не видел, когда читал. Не было её на экране у меня. Лучная капулировка. Так, а это опять люди общаются между собой. Я в таких случаях не лезу. Везде по Хольцера я так более-менее хорошо изучил. Но мы об этом поговорим в следующем занятии. Как не зря подготовил фотографию. Вот. Ну, нам, конечно, такого не снится. У меня достаточно было двух мотоциклистов, четырёх. Чтобы я остался нищим. Так, а вот, Антон Валерьевич. Тут вроде бы, куда, нажмите, может, ещё где-то есть. Если вы меня слышите. Где ещё есть эти самые. У меня, правда, на весь следующий суток уже ваших вопросов хватает. Так, а, здесь, да. Так, ладно. А, да-да, опять теперь сверху вниз или сверху. Когда же вы кончите? А, вот здесь где-то остановились. Классные озёра, метровые рыбы. Спасибо. А, это уже до свидания. О, Кувалдина, что-то она мне заказала. Да, есть такая у меня клиентка. Только зачем она прощается? Видимо, надоел. Так, привил абрикос, прививка не пошла. Почки на подвое тоже не проснулись. А сам подвое живой. А как это так? Если почки не проснулись. Что делать? Ждать дальше. Вот смотрите. Следующий этап, это когда распадбой у вас живой, и вы уверены в этом, оставляете, ухаживаете, чтобы травой не забило. Где-то, может, польёте, если будет засуха. Почему? Начинается процесс абрикоса. Именно это абрикоса. Я не знаю, мой, не мой, маньчжурский или культурный. Не в этом дело. Любой абрикос имеет свойство, погибнув, дать ветки прямо от корней. Ну, не где-то в метре. То есть не корневая, вот как мы их так называем, которая является фактически почти самостоятельным саженцем. Стоит его только отрубить, пуповину. А там специальная пуповина. А здесь прямо от корней почка просыпается прямо в корне и пошла вверх. Вот почему я их называю свои абрикосы неубиваемые. Если не сгнило до этого. Вот у Виктора, допустим, почки не проснулись напрямую, и на подвое не проснулись. Может, она гнилая, и все, его надо уже забыть. А может быть, подождать. Или прямо в штамбе. Вот нету почек. А они появляются на ровном месте. Теперь так. В морозилке замерзнут минус 6. Правильно говорит. Вот. У меня такой случай был, когда мой друг, он сейчас живет в деревне Каллы, работает этим. Правда, не стал садоводом. Украинец теперь. Черновцов, по-моему, он. Зовут Олег. Вот. Фамилию называют. Фамилию помню. Константинович. 40 штук. 40 сортов лучших груш с Украины. Где сейчас? Срочно ко мне. Привозят сверток. А они черные. У меня слезы на глазах. С Украины побег. Собирался все округи. Все лучшее, что в черноцах. Я говорю, почему черные? Так я их в морозилке держал. С тех пор, при своем морозилке, до сих пор у меня сразу давление подскакивает. Даже если речь идет о замороженном мясе. После того, когда он сказал, что он 40 сортов морозилки это самое, выморозил. Вот. А сейчас поездил на Украину. Так, как мой приятель съездил на курорт в Крым. А больной уже, старше меня, развалено. Съездил в Крым на Украину. А теперь, говорит, я боюсь ехать к себе в Западную Украину, на родину. Он здесь уже лет 30 работал на заводе. Боюсь. И все. Потому что я был на Украине где-то этот зафиксировал. Был в Крыму. Вот. И попробуй теперь нам поездить. Так, ладно. Читаем. Хожу в лес, собираю вишню, замораживаю. Вопрос свою цирку. Так вот. Могут. Этого я, допустим, не знаю. Городничин считает, что при минус 6 мерзнут. Мне кажется, что, наверное, замерзнут, если долго держать. Но граница где-то не минус 6. Это еще могут быть индивидуально непереносимость мороза. Это может быть надежный сорт какой-то. Почему? Я иногда думал как. Так, вот смотришь, зима, мороз под 40, а снега все еще нет. Так, вот как сейчас у нас морозы стоят. Ну, сейчас-то ладно, снега хоть 3 сантиметра, да есть. И то, по теории, уже сад мой должен быть мертвый. А он не собирается помирать. Даже урожай собирается дать. А тут, получается, когда-то же это, раз корни держат, семечка должна держать. Я что-то не понимаю. В косточке, в семечке же есть корень. Пусть он микро. Пусть он еще нано-корень. То есть он еще там невидимый. Это даже вот. Но он же есть. Почему косточка должна померзнуть? Вполне возможно, делать надо так. Да, у вас, допустим, где-то замороженные фрукты лежали. А вы назло мякоть съели, фрукты на сертификацию и ждите. У меня был случай, он, правда, другого типа, но он меня многому научил. Получаю письмо. Значит, косточки нормально социализировал. Нет, а это не ко мне имело отношение. Это ранний железовый, который только начал публиковаться. И собирать информацию со всего мира. И вот она мне пишет. Вы знаете, где-то набрала кость, ни одна не зашла. А компот, говорит, мы выплевывали. И, ну, частный дом, там где-то за крыльцом, мы это, далеко рень была зимой. Мы, ну, то есть косточки выплевывали с компота и в одно место выпадали. Пришла весна. А они все, ну, не все, но целый лес зашел именно в вареных компотных костях. Я до сих пор боюсь, мне говорят, а можно с компотом? Я говорю, я не знаю. Но пробовать надо. Вот видите, как интересно. Когда общение. Так. Дальше читаем. Спасибо большое, культурный шок. Завтра выкину все книги. Не, не надо. У вас же враги есть. Вы что, кто-то вас там, это, обул, кто-то вас кинул, кто-то вам с долг не вернул. Все. Пишите. Дарю. Возьмут еще как. А то выбрасывают такое богатство. Ну, то что... Это ж вводи книги, это мина под садоводство, которая уже давно взорвалась. Так. Согласен. Так. Терн ел кустый, но мелкий. Не сажайте в сад. Сам учитесь от рожки вырубать. Ну, не сажайте. Так. Молчу. Антон, спасибо, Валерий. Спасибо. Для увеличения шанса на схожие семья сквозь диких, полудиких. Я вам рекомендую собирать свою цель из слова лесного роста по двое. Нет, вы не поняли. Не слова лесного роста. Есть два тенденции. Все лучше взять из леса заброшенных садов, поместить в сад. И все в саду самое не лучшее, потому что ясно, что там... Ну, да. 18 век. 19 век. Ну, да. Фермер из Бельгии нашел в лесу готовую, роскошнейшую грушу с урожаями. Назвал ее лесная красавица. Автоматом назвал так. Вот. Которую не надо было не селекционировать. Она была готова, и, так сказать, идеальная. Идеально вкусная, и крупная, и сладкая, и красивая. Все-все-все. Вот. Но это исключение из правил. Из леса мы берем все, что годится хотя бы для... Ну, по двое. Хотя, может, там и вот нашел же фермер. Так, кто еще тут найдет. А второй вариант. Это наоборот. И мы потом с вами на следующем вебинаре. Обратный процесс. Есть человек, который хочет стать волонтером. Который хочет взять и начать в лесу, в горах, везде рассаживать неокультурные. Нет. Ну, скажем, самое выносливое из культурных, полукультурных сортов. Это, опять же, речь о мальчиских абрикосах. Помните, я фотографию так мельком подлезнул. Речь о китайских селах. Они могут расти без нас. Мы можем оккультурить леса. Вы хоть... Мы живем-то как? Итак, вы знаете, вот последнее и остальное, если что, пожалуйста, Антон Валерьевич, потом так же скопируйте и мне, потому что пора заканчивать. Я скажу последнее. Итак, наша Россия такова. Я когда... Вчера показывали, значит, замыкали. Леса вырублены. Китай вывезено. Вот. Естественно, никто не посажен, никто не арестован. Он, естественно, посчитали, там, миллиарды украдены. Те самые, из-за чего нас пенсии лишили. Вот. И в нищете живем. Миллиарды украдены. И арестовывают мужичка. Знаете, когда лес рубят, щепки летят, остаются вот эти, ну, как это называется? Отходы, да? Вот. И он взял тележку. Дом-то топить-то чем-то надо. Это же нищета, это Россия. Корена, это вымирающее село. И вот это. Вот. И сидит рядом, показывает упорный спектр, его на полном серьезе. Ему варианты, если он скажет, что сам срубил уголовное дело, если скажет, что подобрал, а подбирать валежник нельзя. У нас же страна такая. Он бы мог помочь, меньше бы пожара было бы, знаете, если бы разрешали. Вот. У нас собирают валежник. Ну, как, тайком. Как бы воруют. У нас же страна-то нам принадлежит. Мы воруем этот валежник, который горит и потом сгорает. Помните, я рассказывал про эту дачу, которые сгорели вместе с людьми. Вот. У нас такие села, у нас такие эти. А человек хочет облагородить, да? Ну, надо хотя бы валежник убрать. Это одна часть проблемы. Хорошо бы, чтобы в лес сходить не только за кедровыми орехами. Не везде, что они растут. Кедровые леса тоже же в Китае в виде дров переселяются, в виде лесоматериалов. Это же тоже факт. Вот. Даже те, которые руки показывали, люди сами садились своими руками. И то пошло под эту, под пилу. Представляете, картина. И вот человек захотел посадить в речный дров, вот как у вас, вы поняли однозначно. Посадить туда, чтобы перенести туда. Просто есть возможность облагородить леса. Я когда набираю лес, не наш, а западный, допустим, немецкий, я ничего понять не могу. У нас, кроме огромных сосен, там, лиственниц и даже березу у нас есть. Вы знаете, у нас береза есть до высоты седьмого этажа. Гиганты, вот, в частности, в моем районе, да. Вот. То есть лиственные деревья, там, хвойные деревья, они гиганты. Под лесок обязательно есть. Везде делается солнце, проник там в под лесок. На западе такое впечатление, что у них лес давно оккультурен. То есть под леска нет вообще. Вот такой, идешь, как не идешь, ну, видишь, я-то не был там. Как по газону. Еще табличка на каждом дереве. А, а знаете почему? Когда-то Европа замерзала, когда-то Европа не могла помыться ни разу за год, потому что они вырубили леса на дрова. Это было средние века. Потом начались болезни, потом начались эпидемии. Вот. И теперь они каждое дерево, табличка, попробуй тронь. Но это Германия. Надо с них пример брать. А мы можем даже их переплюнуть. В наших лесах могут жить плодовые деревья. Вот на этом я, друзья, сегодня заканчиваю. Пожалуйста, Антон Валерьевич, остальные вопросы присоединю к следующему вебинару. Прощаюсь с вами до субботы. Антон Валерьевич, просьба, пришлите мне эту самую ссылку. Прощаюсь с вами до субботы. 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 Прощаюсь с вами до субботы.